Друзья, привет! Меня зовут Миша Ряженко. Сегодня я расскажу вам, как достичь такого же крутого даунстрока, как у Джеймса Хэтфилда. Даунстрок — это, если что, игра все время рукой вниз, и это очень прикольный прием, который дико утяжеляет рифы. Пару слов буквально про даунстрок, прежде чем перейдем к деталям. Смысл в том, что, когда я читал журналы гитарные еще в детстве, когда увлекался Металликой, Джеймс Хэтфилд там сам рассказывал, что даунстроком он рекомендует играть большую часть рифов. Просто почему? Потому что таким образом рифы приобретают ту тяжесть, которую необходима. Почему так происходит, я понял уже потом. Смысл в чем? Что, когда мы играем все время вниз, нам необходимо время, чтобы вернуть руку и сделать еще один удар. То есть, взять такой возврат, как бы растянуть вот эту вот рогатку, чтобы заново выстрелить. И как раз вот это вот время создает ту тяжесть, ту оттяжечку, которая получается, даже если мы играем ровно, все равно звучит очень мощно так натянуто вот с этой роковой подачей. А если у нас все время та-та-та-та-та-та-там, то есть там легко достается удар вниз, удар вверх, то и удары вверх звучат не так плотно, как удары вниз, с другой амплитудой, с другим звучанием, с другим саундом. И штрих другой, и угол медиатора попадания другой, и все меняется, и не получается такой жесткой плотности, когда у нас все удары прям вниз такие одинаково сильные, классные, мощные. Итак, как же достичь этого прекрасного эффекта? В первую очередь, самое сложное – расслабить кисть, расслабить руку. Вот здесь вот происходит самое глубокое зажатие. Почему ребята, которые играют металл, они играют все время стоя в основном? Потому что играть сидя очень тяжело. Когда мы играем сидя, у нас предплечье находится вот в таком состоянии, в таком положении, и здесь все очень легко забивается и в бицепсе, и вот здесь вот. Это действительно так. У меня, поскольку я там много руки тренирую, несмотря на то, что вроде этого незаметно, но тем не менее, все равно у меня мышцы забиваются, их надо расслаблять, когда я играю данным строком, и все-таки это навык, который и нарабатывается, и потом легко уходит, если постоянно его не практиковать. Именно по этой причине надо уметь расслаблять все предплечье, плечо, и ближе вот до запястья в том числе. Но запястье очень сложно перенапрячь, скорее напрягаются здесь мышцы, которые сухожилия, которые тянут непосредственно нашу кисть, дают ей вот это вот движение. Я не силен в физиологии и анатомии, поэтому объясняю так, как могу, наверное, так, как мне это было, проще всего понять. Я много часов провел вот в таком положении, сидел, что-то там занимался, рука была согнута, а потом вставал, учился играть стоя, и это тоже помогало. Потом нашел какие-то постановки рук, уже посмотрел Пола Гюберта, стало проще. Но эволюционный путь занял много лет. Если вы хотите задавать подробные вопросы про всю вот эту движуху, просто переходите по ссылочкам внизу, там есть ссылки на мой чат, на все мои учебные пособия, там я все разбираю, напрямую можно в чате задавать мне вопросы, я все с демонстрациями, с видео присылаю, и рассказываю, и показываю. Теперь я вам рассказываю, как сделать это проще. И второй момент, который очень важен, это движение непосредственно кистью. То есть двигается у нас только кисть, у нас не двигается ни локоть, не двигается плечо, ничего этого не двигается, у нас двигается вот. То есть как бы вот так вот просто зафиксировав, у нас двигается только кисть, То есть та-та-та-та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-там. Сейчас увидите в видео. Так что, когда вы занимаетесь, следите за тем, чтобы двигалась только кисть. Конечно, в других жанрах, направлениях и с другими приемами может двигаться и остальная часть руки, но здесь этого не должно происходить. Третий элемент – это вес в руке. Ребята, когда играют в металлики, что у Хэтфилда, что у Хэммета, у них вот здесь, вот здесь вот, у них висит такой как бы довесок, такой вес. Тоже сейчас на видео увидите. Суть в том, что он позволяет нам легко спускаться вниз и потом руку поднимать. Если этого веса нет, то получается не очень прикольно, потому что нам нечего бросать тяжело. Когда мы играем, например, фанк, то весь вес, он уходит вот сюда, в кулак, как бы нам не нужен лишний вес, чтобы легко рукой работать, и мы работаем в том числе и по окружности. Но когда мы играем металл, у нас рука двигается строго параллельно гитаре, то нам нужен вес, который спускает нас, который придает вот этой тяжести. Его надо вот здесь сконцентрировать, в этих пальцах. Собственно, у Хэммета он вообще прям вот так, он играет прям вот так. А у Хэтфилда чуть более расслабленно. Следующий элемент это так называемый апдаун. То есть, когда у барабанщиков, вот они по хэту играют, то есть, у них есть такое движение. То есть, они бьют один раз, и на возврате они бьют еще раз. То есть, и возврат происходит в том числе за счет вот этой части руки. Здесь у нас немножко по-другому. Сейчас видео вы увидите. То есть, мы сначала бьем один удар, потом чуть-чуть кисть приподнимаем, и на возврате, как бы на изгибе, бьем еще один удар. Не знаю, сколько понятно я там показал и объяснил, но тем не менее, вот этот принцип типа та-та-та-та-та-там. То есть, у нас не все удары с одинаковой амплитудой, с одинаковым движением руки. А второй удар, ну это как вариант, можно этого не делать, но мне так было проще. То есть, поскольку я на барабанах занимался, мне вот это движение по хэту, оно было понятно. Типа та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты как бы делаешь один замах, на возврате возвращаешь, получается у тебя возврат энергии меньше, и рука меньше напрягается. Вот, попробуйте такое движение. Ну и, конечно, не будет лишним позаниматься подметроном. Подметроном, потому что без этого никуда, без этого никакой ритмики и рифов и плотности не будет. Начинаем в супер медленном темпе, типа 20-30, не бойтесь в них играть, обычно никто не играет, все такие, типа, да, я буду играть, не играет, в итоге получается какое-то говно. Чтобы этого не было, не бойтесь играть в этих темпах, медленно прорабатывая каждый ударчик, прям вот, чтобы было супер медленно. Сейчас покажу, как надо разгоняться. Ну и как хак, небольшой хак, чтобы чувствовалось, что вы круто играете вниз, но на самом деле есть небольшое такое преимущество играть открытые струны, потому что, когда вы бьете по открытым струнам, руку можно расслаблять, и вы не приглушаете, у вас нету такого сильного энергозатратного процесса вот здесь. Получается, что вы там, там, вы как бы можете и там на возврате обратно, вы можете руку чуть отодвинуть, сделать удар легче, и когда вы играете, вот как я сейчас продемонстрирую, открытые струны, получается очень круто, и звучит прикольно, и это можно ритмически выделять, акценты разные, там, допустим, у вас 16-16, вы из них выделяете первую, вторую, третью, или в любых других группировках, там, сколько угодно, и получается прикольно, вот типа как у меня вот эти рифы, звучит эффектно, а при этом рука отдыхает во время открытых ударов. Все, друзья, надеюсь, вам такой видос понравился, смотрите также мой видос про Кирка Хэммета, почему он умеет или не умеет играть, также смотрите видос, как Кирк Хэммет играет соло, особенности его стиля. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, и обязательно проходите по ссылочкам внизу, там до конца карантина, карантин, наверное, скоро закончится, будут классные акции, они там уже есть, ну, потом небольшое подражание произойдет, но лучше сейчас реагировать, можете задавать там чат, все вопросы, крутой комьюнити, много людей, реально все крутые ребята, происходит классная активность, и огромная база знаний, книжки, курсы, и все остальное. Спасибо за просмотр, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok